Здравствуйте, уважаемые члены Президиума и участники конференции. Вашему вниманию представляю нашу работу «Токсичность экстракта из травы Астрагалис дезиантус в остром эксперименте». В настоящее время большим спросом пользуется фитотерапия как один из эффективных и безопасных методов лечения различных заболеваний. Многочисленные исследования посвящены поиску лекарственных препаратов, содержащих богатый комплекс биологически активных соединений. Из рода Астрагалис семейства Фабация перспективным малоизученным объектом с уникальным химическим составом является Астрагал шерстиста-цветковый, который по данным литературы обладает широким спектром действия диуретическим, гипотензивным, успокаивающим и седативным эффектами. Одной из стадий изучения биологической активности лекарственных средств, в том числе растительного происхождения, является проведение исследований безопасности, в частности, изучение острой токсичности методом INVIVA. Целью данной работы являлось изучение токсичности водно-спиртового экстракта из травы Астрагала шерстиста-цветкового при однократном внутриброшенном введении экспериментальным животным. Для изучения острой токсичности использовали образцы травы Астрагала шерстиста-цветкового, заготовленного на территории Саратовской области. Методом мацерации в течение 7 дней был получен экстракт соотношений сырье экстрагент соответственно 1 к 10. Экстрагентом являлся 70-процентный этиловый спирт. Токсичность изучали на 24 беспородных мышах-самках, с массой тела 30-35 граммов. Эксперимент был выполнен согласно требованиям Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей, и с одобрения Этического комитета ФГБО-УГО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. Лабораторные животные содержались в условиях эвивария с 12-часовым световым циклом. При постоянной температуре и влажности воздуха. С свободным доступом к пище и воде. Животные были разделены на 3 экспериментальные группы и одну контрольную. Животным экспериментальных групп однократно внутрибрешинно вводили суспензии экстракта астрогала-шерстиста-цветкового в дозах 1000, 3000 и 5000 мг на килограмм. Животные контрольные группы получали дистиллированную воду. В первый день контроль за состоянием лабораторных животных проводили непрерывно. Далее в течение двух недель после введения экстракта осуществляли наблюдение один раз в сутки, фиксировали состояние животных. Данные эксперимента обрабатывали статистически. Рассчитывали полулетальные дозы экстрактов, пробит анализом по методу Прозоровского. Результаты исследования острой токсичности экстрактов астрогала-шерстиста-цветкового представлены в таблице. При введении исследуемых экстрактов в дозе 1000 мг на килограмм на протяжении всего эксперимента не было зафиксировано изменений в поведении и состоянии лабораторных животных. При введении исследуемых экстрактов в дозе 3000 и 5000 мг на килограмм на первые сутки была установлена сниженная активность, на третьи сутки выявлены единичные случаи гибели в обеих экспериментальных группах. Но уже на четвертые сутки состояние животных экспериментальных групп не отличалось от контрольной, нормализовались двигательная активность и аппетит. Установлены LD50 экстракта пробит анализом методом Прозоровского, который составляет 15 849 плюс минус 4005 мг на килограмм. Сравним полученные нами ранее полулетальные дозы экстрактов истровы астрогала изменчивого и астрогала яйцеплодного с результатами на острую токсичность водно-спиртового экстракта астрогала шерстистоцветкового. Анализируемый экстракт, как и экстракт истровы астрогалов изменчивого яйцеплодного, оказался нетоксичным. Водное же извлечение истровы астрогала шерстистоцветкового оказалось более токсичным, чем извлечение истровы астрогалов, изученных ранее. Таким образом, в соответствии с классификацией Сидорова, водно-спиртовый экстракт астрогала шерстистоцветкового относится к относительно безвредным веществам. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...